МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Более того, добавил, что есть пять угроз. Если мы их не преодолеем, то ситуация выйдет из-под контроля. Нам раньше заявляли, что нет денег и достают опыта. У нас сегодня море денег, есть опытные люди. Но те предложения, которые мы вам сформулировали, так и остались не рассмотрены. Я полностью поддерживаю позицию председателя Думы о том, что надо ужесточить контроль и ответственность за исполнение. Кстати, те же самые национальные проекты на 1 октября профинансированы менее 50%. Там нечего пока проверять. Наши предложения были предельно конкретны. Создать бюджет развития. В данном случае 30, уже 32 триллиона. Для этого есть предложение целого ряда фракций, кручая Жириновского и Миронова, о том, каким образом можно это сделать. Мы внесли под это 12 законов и надеялись, что после обсуждения речь идет не только Суланова. Каждое министерство и ведомство, которому мы предлагали, встретятся, обсудят и примут соответствующие решения. Кстати, нулевое чтение прошло только с участием партии власти. Все остальное игнорировали. На мой взгляд, это абсолютно неправильная практика. Более того, мы предложили реализовать программу планирования. Ведь закон о стратегическом планировании принят. Мы доказали в Иркутске, что если им пользоваться разумно, мы увеличили там бюджет за 4 года с 97 миллиардов рублей до 212 миллиардов. Единственную область, которая удвоила за 4 года. В ответ получили зубовный скрежет на государственном телевидении. Мы предложили уникальный университет в систему научно-образовательной подготовки кадров. Этот документ готовили и Мельниковы, и Кашин, и Смолин, и Плетнева. Блестящий и уникальный опыт Алферова. Вместо этого еле-еле отбили это уникальное учебное заведение от очередных рейдеров. Мы настаиваем на необходимости обобщения опыта народных предприятий. Не получив из вас сказанной ни копейки, а не платят исправно налоги. Он сидит в Казанков. Его отец руководитель лучшего хозяйства, которое стало победителем на соревновании в Европе. 25 золотых медалей. 18 миллиардов в этом году произведет больше, чем легендарный Кировский завод. 1,8 миллиарда налогов заплатит. Вот сейчас президента убедили, проведем специально учебные занятия в трех народных предприятиях. Совхоз имени Ленина, имеющий лучшую социальную сферу. Казанково предприятие Усолье-Сибирское, где средняя зарплата 108 тысяч рублей и полный социальный пакет. Суть бюджета, который предлагает новое правительство, оно не меняет тот курс и политику. Эта политика ущербна, она неизбежно привела к кризису и будет этот кризис углубляться. В нем пять серьезных изъянов. Хочу, чтобы вы выслушали внимательно. Максимальное сокращение социальных расходов. Эти мелкие приварки и припарки ничего не меняют. 3,4, 3,5. На медицинное образование сегодня надо минимум по 7% расходной части. Науку надо утраивать, учитверять для того, чтобы выйти вперед. Китайцы в свою науку кладут вот в ближайшее время 24 триллиона переводим на наши деньги. Больше, чем бюджет. Мы были первой научной страной мира, давали каждое третье изобретение в мире. Сегодня полтора миллиона наших лучших специалистов во всех лабораториях мира работают. Мы вам предложили, давайте примем программу и вернем. Они 8 из 10 и завтра приедут. Мертвая тишина, никаких нормальных решений. Загоняют дальше в качестве сырьевого придатка. Второе, искусственное ограничение инвестиций. Как можно развиваться и жить в стране, в которой на 50% изношены основные фонды даже в нефтегазовой промышленности. Каждую неделю аварии, каждую неделю пожары. Ведь они прежде всего из-за того, что не обновляем основные фонды. 16 триллионов загоняют в этот фонд в их состоянии. 3 триллиона вообще не расписаны в этом бюджете. 19 целый бюджет, по сути дела, выбрасывают. И говорят, все идет прекрасной маркизой. Никуда не идет, так не может развиваться. Третье, увеличение налога на трудящихся. Обобрали до нитки. Вели кодасты, на 20% цены выросли. Повысили НДС, на 10% выросли. Подняли цену на бенцолярку, на 9% выросли. Посмотрите, последний опрос. Половину страны может себе позволить не лучшего качества пищи и одежду. Это в богатейшей стране мира. Так что ж мы людей-то загоняем в тупик? Посмотрите, какое доверие к власти. В том числе и падает доверие к гранту Конституции. А на этой гарантии висит вся стабильность в стране. Четвертое, передача под контроль иностранцев практически всех базовых отраслей. Транспортное машиностроение, энергомашиностроение в стране, где 2 трети находятся на вечной мерзлоте, контролируют иностранцев в полном объеме. Я посмотрел, ни одного рудника, 10 тысяч рудников было, не принадлежит гражданам страны. Что же засунули все в карман и так далее. И торговлю подобрали под себя. Так чем мы руководим? Какая может быть стабильность? Они нам организуют в любое время любую диверсию. И последнее. Гляньте статью. Долги. Всех в долговую кабалу загнали. Самая большая статья роста. 22-й год. 21,2 триллиона долгов. Регионы почти под 3, видимо, вкатятся. Их граждан загнали в долги, даже чтобы людей в школу собрать, приходится, собственно, залазить долги. 16 триллионов. Что же за страна, которая в долговую яму засунут? А денег-то до черта. 120 триллионов замороженных ресурсов. Дайте нам возможность, мы решим эту проблему за полгода. И решим абсолютно спокойно в интересах всех. И вы все проголосуете. Главная тема – спережение народа. Все мы живем в державе. Единственная страна, которая вымирает. ЦРУ проводит свою комиссию и доказывает о том, доказывают, что самой большой опасностью является вымирание русского народа. С 90-го года потеряли 20 миллионов человек. 20 миллионов человек. Собор собрался, обсудили. Все согласны. Прекрасно выступала Невера. Все согласны. Слуцкий великолепно выступал. Ну давайте что-то делать для того, чтобы не вымирать. Посмотрите, какими темпами вымирают классические русские земли. Ко всем националам обращаюсь. Тогда некому держать страну в единстве. Советская власть была на единородных хозяйственных комплексах. Единая партия, единая идеология, единая психология. А сейчас кто будет держать? Иностранный капитал не будет. Приватизирует моментально. Кто будет держать? Русская культура, язык. Поэтому, когда говорят о сбережении народа, это прежде всего сбережение истории, культуры, традиций. С этого начинается. А у нас, посмотрите, на учебники, ЕГЭ и все остальное. Я считаю, что мы тут просто обязаны принимать экстренные меры. Территория смыслов. Хороша территория, но смыслы рождаются на поле Куликовом, на Бородинском, на Прохоровском. Смыслы рождаются, когда ты смотришь лучшие фильмы, когда ты понимаешь, что такое судьба детей войны. А сейчас приходят и говорят детей войны. Детей войны было, когда мы вносили 14 миллионов. Сейчас осталось 11. Тогда было надо 140 миллиардов. Сейчас меньше 100. Каждый год по полтора миллиона бывает. Что мы ждем? Как мы будем готовиться к 75-й годовщине и смотреть в глаза детям войны в деревне? 7-9 тысяч пенсия. И в городе 12-14. Давайте примем решение. Это решение носит не экономический, а сугубо нравственный характер. Что касается технологической урозы, это просто беда. Технологическая уроза на 90% мы обеспечены чужими комплектующими. Недавно встречался с оборонщиками-авиаторами, криком орут. Обращаюсь к министру. Если вы не поможете, то, о чем сейчас говорил Кашин и Харитонов и Коломейцев, что будет? Я хочу, чтобы вы услышали. Мы еле-еле сохранили Кировский завод. Я ездил туда отбивать, директора убили, мы уцелели. Этот завод сейчас... Добавьте немножко и закончу сейчас. Выпускает этот завод. Сейчас продукцию мирового качества в два раза дешевле. Стал завоевывать мировые рынки. 600 предприятий по кооперации. Сейчас снова его пытаются обанкротить. Россельмаш великолепную стал выпускать технику. По кооперации тысячи предприятий. Когда Кашин, Харитонов и Коломейцев собирали, было 16 дзевых предприятий. Сейчас их три сотни почти. Зачем же вы их рушите? Только потому, что вы не можете найти 20 миллиардов для того, чтобы стабилизировать ситуацию. Я не понимаю. Вы-то сами прижигаете страну. В Питере революция началась с Кировского завода. Что касается наукоемких территорий. Авиация выделена на два Airbus. Посмотрите в бюджет. Электроника вообще хороши. Вчера Медведев говорит, мы будем внедрять роботы. Хоть бы добавил, что у нас, надеюсь, есть работающих два робота. У китайцев уже 40. Я уж не говорю о немцах, южнокорейцах и всех остальных. Ну и медицина. На медицину сейчас тратят полтора раза меньше, чем на чиновников. Ее финансирование надо утраивать. А первичное звено – это местные бюджеты. А местные бюджеты тоже все на дотации и все не в состоянии развиваться. Ну и военные составляют. Что его надо поблагодарить всем? Он за семь лет армию восстановил. Все оборонные предприятия сейчас пищат. Почему? Только поставили на производство, только набрали кадры, только отработали новые технологии, только президент пообещал все обеспечить. И все начинает урезаться. Завтра будут вынуждены свертывать производство и выгонять лучших специалистов. Присмотритесь и прислушайтесь. Я не знаю, что должно в стране произойти, чтобы вы приняли абсолютно очевидное решение. Распределить минимум еще 8 триллионов для решения этой проблемы. Оставьте 8, которые будут с Нового года. Кубышку, остальные пустите в производство и на поддержку людей. Ситуация на глазах выровняется.